Обзор очередного интересного фонарика. Модель дальнобойная, купил ради интереса, по сикальку подвернулся с хорошей скидкой, в ноябре он не обошелся в 24 доллара с аккумулятором в комплекте. Производитель предлагает две версии, с рефлектором и твайр-линзой, второй заметно компактней, поэтому выбрал именно эту модификацию. Коробка из переработанного картона, чисто утилитарная, без дизайнерских изысков. Но то, что почта почти не нарушила ее целостности, говорит, что главную свою задачу упаковка выполняет. В комплекте есть все необходимое, даже переходник под 18650. Фонарик заказал в красном цвете. Сафвайн расстарался и выкатил, кроме черного, еще пять расцветок. Я выбрал ту, что будет самой заметной, и ее легче будет найти в траве, если что. Фонарик относительно компактный, буквально на несколько миллиметров больше конвой из 21A, который не имеет встроенной зарядки. Но вот, скажем, Lamentop 502, тоже дальнобой, тоже с питанием от 21700 и тоже со встроенной зарядкой, заметно короче сабжа. Рассмотрим поближе. Чисто внешний фонарик мне нравится, отличная от черной расцветка явно добавляет ему индивидуальности. Кнопка мягкая, с приятным кликом. Хотя она и утоплена, но, думаю, при ношении фонарика в одном отделении со всяким барахлом могут быть нежелательные срабатывания. Стоит при переноске включать блокировку. С противоположной стороны находится зарядное гнездо с заглушкой. Фонарь способен заряжаться от 15 ВТ, 5 в 3 А. Также фонарик может работать в режиме повербанка. Тестер показал максимальную отдачу 7 ВТ. Но подключал я его через дешманский Type-C OTG адаптер, который даже от такой мощности ощутимо нагрелся. Поэтому готов предположить, что фонарь выдаст до 10 ВТ. Твайр линза с выемкой в центре. Внутри есть центрирующая ножка, которые не дадут установить ее криво. На плате сесть ответные выемки. Диод крупным планом. Базель с уплотнительным кольцом. Резинки стоят на всех резьбах, резьбы смазаны. Центральную трубку можно установить любой стороной, и таким образом выбрать положение клипса. Клипса двухсторонняя, достаточно тугая. Хвост. Есть отверстие под темляк. Хвостовая пружина. В голове контакт без пружины, но подъема пятака достаточны для работы с аккумами с плоским плюсовым контактом. Фирменный аккумулятор. Заявлена емкость 5000 мач. Управление. Один клик включения-выключения. Переключение режимов. Плавная регулировка яркости удержанием кнопки. Два клика, турбо из любого состояния кроме блокировки. Три клика, строп. Четыре клика во включенном состоянии, переключение со ступенчатой на плавную регулировку яркости и наоборот. Четыре клика в выключенном состоянии, включение-выключение блокировки. Удержание кнопки в выключенном состоянии, Moonlight 1LM. Свет холодный, но без намека на синеву или зелень. Четко выраженный хатспот, боковая засветка присутствует и с оговорками позволяет пользоваться фонарем для повседневных задач. Режимы. Производитель заявляет дальнобойность больше 600 метров. На фото ниже расстояние до дома около 350 метров. И что-то мне кажется, что эффективно фонарь светил бы еще метров на 50. Турбо при температуре воздуха 23 продержалось 3, 5 минут. Время работы проверял в МИД, чтоб не упереться в термоконтроль. Фонарик продержался 5 часов, к концу теста яркость была на уровне минимального режима. Собственно, фонарик еще работал, но я не видел смысла продолжать, возможно он бы еще продержался еще с полчаса. Что в итоге, фонарь вполне достойный. Понравилось простое, логичное управление и возможность гибко регулировать яркость. Если вам нужен дальнобой, то САП, вполне себе вариант без наворотов. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok